всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine как обычно хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку спасибо друзья в данной серии ребята мы рассмотрим одну удивительную систему которую создал специально для нас наш подписчик и друг канала ваня гарничевский вы будете очень удивлены данной системе потому что эта система очень похожа на нашу планетарную то есть на нашу солнечную систему и скажу больше что здесь есть три планеты на которой есть жизнь абсолютно практически скорее всего такая же как мы привыкли видеть ее на планете земля данная планетарная система находится где бы мы могли подумать да это наша галактика млечный путь но находится все это на краю практически на краю галактики млечный путь и так познакомьтесь звезда анатик желтый карлик спектр диаметр системы светимость температура все очень схожа с нашим солнцем с нашей звездой родной до три планеты и четыре из них с жизнью объясню почему 4 и так смотрите мы имеем три планеты собственно это планета hunter умеренная пустынная фирия жизнью морская наземная жизнь органическая многоклеточная вторая планета это эмиль то же самое морская наземная морская террас жизнью а третье это у нас криогенный юпитер жизнью но здесь также есть какая-то органическая многоклеточная воздушная жизнь которая населяет так скажем газовый гигант и который каким-то чудным образом поселилась верхних наверное слоях облаков этого газового гиганта я не знаю и собственно четвертое это луна антарарес которая является спутником планеты я пенос то есть креогенного вот этого вот юпитера с жизнью короче говоря сейчас мы с вами все рассмотрим кстати мы посмотрим самые потрясающие виды которые открываются с этих планет и так давайте наверно вернемся к самой первой планете эта планета hunter hunter переводе охотник умеренная пустынная фирия жизнью жизнь здесь органическая многоклеточная морская наземная температура 9 градусов по цельсию атмосферное давление 0.238 атмосфер конечно здесь ты наверно бы я бы даже сказал чувствовал очень сильное притяжение возможно давайте попробуем опуститься на поверхность я думаю что здесь ибо скорее всего весел при своих средних 60 70 килограмм килограмм ну 120 если я не ошибаюсь здесь есть кислород вода посмотрите это скорее всего какое-то пустынное место наподобие нашей пустыни сахара пески да это пески мы видим посмотрите на рельеф данных песков здесь есть ветра это безумно круто так я хочу немножко ускорить время промотать его движение облаков каждый раз когда я смотрю на движение облаков в space engine на какой-нибудь планете на которой есть и жизнь знаете о чем я задумываюсь не знаю как вы жалко что space engine не реализованы дожди снега на планетах это было бы круто 9 градусов по цельсию здесь не так уж конечно и тепло я бы сказал так звезда анатик ну в принципе ничем не примечательная наверное скорее всего мы видим какие-то льды снега это снег да это не замерзший углекислый газ как могли наверное многие подумать все-таки 9 градусов по цельсию жизнь преобладает на этой планете это великолепно о посмотрите на восход я не могу прицелиться не могу найти что это такое что это может быть может быть это планета эмили да это планета эмили которую можно наблюдать даже днем здорово давайте промотаем до того времени когда здесь наступит ночь сколько у нас мне нужно знать идут солнечные сутки два дня планета имеет очень маленький оборот я ускорил до 10 тысяч раз невероятно прошло два дня и только наступила ночь на одной стороне только на одной стороне планет представляете как долго как долго здесь длятся солнечные сутки мы видим край галактики млечный путь только представить что да мы находимся кстати в поясе ориона в рукаве и только представить если бы мы бы стояли на этой планете где-нибудь ночью тысячах сотнях тысячах световых лет от планеты земля и смотрели бы допустим в это место и представить что здесь находится планета земля мне кажется мы даже не узнали бы об этом невероятно так я хочу ускорить еще немножко время чуть-чуть замедлим посмотрите как она ложится за горизонт как ложится млечный путь за горизонт как будто океан мы можем прыгнуть в него в бесконечность где есть тысячи сотни тысяч планет звезд и возможно миры к которых мы никогда с вами не узнаем друзья невероятно хотел бы ты отправиться в такое путешествие ябода очень близко расположены большое и малое магелланово облако вот этот яркий объект это желтый карлик а это звезда ближайшая звездная система четыре световых года примерно это знаете как если стоять на планете земля не смотреть на альфу центавру ближайшую звездную систему к нам и так я хочу посетить теперь планету эмили 6 градусов по цельсию здесь есть собственно как мы видим планета преобладает я бы даже сказал больше какими-то океанами водами озерами реками материки очень разрозненная но их достаточно много солнечные сутки 22 часа 23 минуты более приближенная планете земля состав вода кислород диаметр восемь тысяч семьсот шестьдесят пять километров но это конечно меньше чем наша планета земля жизнь органическая многоклеточная морская наземная никаких спутников у данной планеты нету я хочу опуститься на поверхность давайте немножко замедлим время где-нибудь вблизи каньона каньона с растительностью естественно где-то вот примерно в этом месте отлично трава растительность мне кажется что здесь есть какая-то флора знаете подобие нашей планете земля посмотрите как смотрится кольца на этой планете классно мне кажется мы стоим на экваторе большое и какое-то малое кольцо то то ли это я не понимаю это ложится тень от колец невероятно так я хочу немножко еще ускорить время подождите ускорим время 3d облака это что-то честно говоря если бы я бы стоял на этой планете я бы представил что мы на земле абсолютно такие же виды которые открываются с нашей планеты земля но единственное если бы я бы повернул в голову налево то увидел бы кульца то мое мнение немножко бы изменилась конечно и так закат на данной планете давайте немножко замедлим время возможно сейчас нам откроются фантастические виды что мы сможем увидеть давайте посмотрим посмотрите отражение колец солнечный свет падает на кольца и мы их видим даже в ночном небе это классно галактика млечный путь блеск немножко отражает избивает мы не так его видим как на первой планете hunter тени от планеты обратите внимание как она ложится на кольца здорово да невероятно классно магеллановы облака давайте перелетим к планете я пену собственно это креоген и юпитер жизнью это газовый можно сказать гигант мы здесь принципе ничего нового не увидим потому что мы знаем что если спуститься на газовый гигант планетарной программе space engine мы опустимся только верхние облака и ничего другого мы не увидим мы можем разглядеть какое-то черное ядро а вот примечательно посетить луну антарарес умеренная океаническая супер терра жизни я не понимаю здесь только всего лишь один материк обратите внимание у планета полностью покрытая океаном и один маленький материк ну если что мы к нему вернемся нет есть еще пару материков но их очень мало так хочу ускорить время стой стоять и так хорошо тогда опустимся на ближайшие обратите внимание какие ураганы бушуют в данный момент на планете и так мы на поверхности планета луна антарарес собственно что из видов мы можем здесь сейчас увидеть в дневное время хотелось бы разглядеть ту сторону откуда можно наблюдать епенус то есть главную планету данной луны давайте сейчас вот таким образом мы попробуем найти она у нас с той стороны и так у нас кстати есть какая-то засветка до свет падает от газового гиганта и ночью здесь принципе даже я бы сказал очень светло сквозь облака садимся на поверхность мы на поверхности так на горизонте кстати тот самый епенус промотаем время большой и толстый слой облаков я хочу еще промотать ускорить время принципе знаете можно было бы отключить облака но я думаю что это не очень так естественно прямо смотрелось с планеты вы видели это было солнечное затмение да 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 небольшое солнечное затмение можно в принципе подловить момент где солнечное затмение смотрелось бы намного лучше на данной планете если бы ты бы находился в определенной части материков ты бы его видел бы каждый день наверное так можно ли будет здесь его увидеть давайте попробуем итак ночь газовый прекрасный газовый гигант тень от нашей планеты вы видели край млечного пути бесконечность пучина бесконечности даже ночью бы свет от газового гиганта очень был бы ярким в десять раз я бы даже сказал чем наш спутник земной луна ночь была бы здесь очень яркая давайте ускорим время так поставим на нормальный режим и сейчас мы с вами о чем я вам и говорил мы увидим солнечное затмение скорее всего хотя я мог промахнуться нет вот да есть солнечное затмение в этой части планеты только представьте на секунду то какие виды бы здесь открылись вам ребят ну что же давайте немножко ускорить время это всего лишь на секунду скажу вам не полное не полное солнечное затмение даже покрытие наверное было процентов 70 в свете звезды мы даже не видим газовый гигант и пенус давайте поднимемся немножко выше как и говорил что на этой планете преобладают очень так скажем сильные ветра и здесь очень много ураганов в данный момент обратите внимание какие шторма здесь присутствуют невероятно я бы честно говоря не хотел бы оказаться в эпицентре всего этого друзья хочу закончить данную серию данное путешествие в этом году на этом замечательном моменте я бы даже сказал поздравить вас всех с наступающим новым годом хотел пожелать вам хочу пожелать вам от всей души новых открытий новых будущих открытий планетарной программе Space Engine и скажу так так друзья обещаю что в наступающем новом году нас ждут еще лучшие большие и невероятные путешествия и открытия программе Space Engine а также надеемся что больше будет для нас новых обновлений надеюсь что данный выпуск вам понравился ты обязательно поставишь пальчик вверх подпишешься на канал и помните друзья что космос и вселенная бесконечны и следующий год нам обещает только разнообразие и всего самого нового в мире Space Engine до новых встреч я не прощаюсь с наступающим друзья всего самого лучшего я в не не в где есть а все и все все и и и Продолжение следует...